Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас вот такое вот прекрасное блюдо азербайджанского производства. Называется оно бухлома. Это с курицей, но еще есть и с мясом. Тарелка достаточно большая. Я сразу маме сказала, что столько я здесь точно не смогу. Тем более на вечер я уже заказала себе роллы. Поэтому как бы сильно нажираться не хочется. Дальше у нас здесь йогурт. Мой любимый Дониссимус. Вот такими вот штучками. Он просто обалденный. Мы конечно же с вами худеем. Поэтому у нас здесь такая шоколадка от фитнеса. Худеем же, правильно? Почему нет? И небольшой салатик. Давайте приступим. Так, с чего бы начать? Я люблю курицу больше, чем любое другое мясо. И моя знакомая одна, она вегетарианка, работала вместе с нами. И она всегда говорила, что залог красивой чистой кожи заключается в том, что не надо есть мясо. У нее была такая идеальная кожа, девочки. Просто нечто. Ну, если я откажусь от мяса, боюсь, что от меня откажется вся моя семья. Как вкусно, ребята. Как это вкусно. Я прям руками... Сегодня меня разбудил мой котик, мой твикс, мой сладкий. Возможно, я не права, но котики, они, оказывается, чувствуют, когда вы спите. Пригиньте. Они чувствуют это. Я открыла глаза. Время было 5 часов ночи. И это вдруг увидел твикс. Как только он увидел, что я открыла глаза, он сразу начал меня облизывать, мурлыкать, что давай встанем, давай поиграем туда-сюда. Я ему объясняю, придурок, я случайно открыла глаза, но я хочу продолжить спать. Дай мне эту возможность, если тебе не тяжело. Если у тебя есть сердце. В общем, ничуть не жалею, что завела котика. Это просто счастье такое. У меня однажды был котик, он умер. И для меня это был такой стресс, ребят. Котик сюда приходил и ложился спать у меня на груди. Родители это очень смущало. И они решили, что нет, котик должен спать в коридоре. А в коридоре была огромная бочка с водой. Холодная и ледяная. И он просто утонул там. Хотя крышка была закрыта, бочки. Как он открыл, как он туда попал, вообще было непонятно. Я прям месяц не могла прийти в себя. Мне было, наверное, лет 8. Для меня это была такая травма. Реально, мне было так плохо. Папа говорил, что пойдем, купим тебе нового котенка. А мне не хотелось. Я как-то изменилась внутри. И я боялась, что я приведу еще одного. И что-то с ним случится. Это опять же ответственность. Вот так вот, ребят. Здесь еще сухофрукты. Это так вкусно. Ксения задает вопрос. Айка, было ли такое, что тебя пытались взломать в ютубе? Если такое произойдет, что можно сделать с этим? У меня тоже есть канал. И я очень боюсь, что меня взломают. Хотя у меня всего 2000 подписчиков. Что касается взлома канала, это все не настолько просто. Если у тебя стоит нормальная защита. Двухэтапная. В моем случае, если ты даже знаешь пароль и логин. Ну, прям железобетон. Но с первого раза написал правильно. Все равно ты не можешь зайти на мой канал без моего разрешения. На мой айфон приходит увитомление. Единственное, как можно меня взломать. Наверное, украсть мой телефон. В таком случае. То есть там все, знаете, настолько хорошо проработано. В этом плане Google вообще молодцы. У Ютуба есть техподдержка, которые тебе отвечают. Особенно если у тебя больше 100 тысяч подписчиков. Там печется о тебе. Например, в Инстаграме такого нет. Поэтому в этом плане можешь даже не переживать. Если что, в любом случае, пиши в техподдержку. Если не знаешь, как это делать, напиши в Ютубе. Как написать в техподдержку Ютуба. Там поэтапно все показано. Показывают, рассказывают. В течение одного дня тебе отвечают. Даже если так получилось, что у тебя угнали канал. Все равно его можно вернуть. Ты просто доказываешь, что ты автор этих роликов. И они быстренько это все восстанавливают. Мне кажется, не нужно бояться. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Вот что-то такое. Одного азербайджанского блогера взломали. Мы раньше с ней общались. Сейчас уже не общаемся. По некоторым причинам. Когда я только начала снимать видео, мы с ней очень хорошо общались. Потом произошла очень неприятная ситуация по отношению ко мне. И мы перестали общаться. Это давно было. Года два как мы не общаемся. В общем, у нее угнали канал. И она ничего с этим не смогла поделать. Не потому, что ей не помогли. А просто она никуда не обращалась. Вы, наверное, поняли, про кого идет речь. Я хотела ей написать, предложить свою помощь. Все-таки, как-никак, когда-то общались. Она просто в возрасте. Наверное, не знает, как, что, куда писать. Там быть здесь все очень просто и легко. Особо сложного ничего нет. Курица деревенская. Она просто тает во рту. Сейчас вот крылышко будем есть. В общем, было бы желание. Все можно восстановить, доказать и все дела. Люди сейчас как делают? Продают свой канал за баснословные деньги, ребят. А потом пишут в техподдержку, что у меня угнали канал. И просто пароли, логины все меняются. И канал возвращается обратно владельцу, который его сначала продал, забрал денежку. Вот такой случай тоже был. Что делает техподдержка? Возвращает канал владельцу и все. И все тут. Кто бы что там не писал, где доказательства, что это твой канал? Где доказательства, что ты заплатил? Канал оформлен на нее. Так что в таких моментах надо быть очень аккуратными. Однажды был даже случай. У одного блогера угнали канал и просто выставили его на каком-то сайте. Типа я продаю свой канал, у меня столько-то подписчиков. Кулинарный канал. И что? Один дурак, извиняюсь за выражение, решил купить этот канал. А в конце оказалось, что это чей-то канал, который угнали. Папа вдруг купил квартиру. Обычная квартира, которую продавали. Получается, что у человека, который продал эту квартиру, был сын несовершеннолетний. Мать там умерла, что такое. И в общем, так как жилье несовершеннолетнего нельзя продавать, я в общем не очень разбираюсь в этом во всем. А сделку признали недействительной. Прикиньте. То есть вокруг везде обман, честно. Мошенники. У нас здесь в Азербайджане этого намного меньше, чем в любой другой стране. Если ты посеял телефон, не знаю, с 80% гарантией тебе его вернут. То есть в таких вещах в Азербайджане люди боятся Бога. И чужое многим не надо. Но люди разные. Ребят, как я люблю, как я люблю этот йогурт. Это просто вам словами не описать. Обожаю. Это просто кайф. Это просто блаженство. Моего дворного брата, у Джабриэла, у которого я работаю, у него был случай, он заказывал кухню. Заказал, все сказали, вас столько-то, столько-то привезут. Сказали, цена такая-то. Он сказал окей. Ну, действительно, ему показалось, что как-то дороговато получается. Не стал переизмерять. Там, получается, ты платишь за погонный метр. Вот, и он не стал измерять, сколько у него, в общем, метров кухня. А кухня там огромная. Не стал это выяснять, ничего. Потом приехали, привезли кухню, установили. Оказывается, они посчитали на один погодный метр больше, чем действительно надо. Пришли, установили. И лишний этот ящик просто положили к стенке и уехали. То есть, получается, что они изначально неправильно посчитали. Сделали кухню больше, чем надо. И вместо того, чтобы забрать эти ненужные ящики, они просто установили к стенке и все. Уехали. Заплатили деньги. Мой дуэрный брат, он человек вообще неконфликтный. Я бы там такой скандал устроила. Он просто сказал, окей. Ничего страшного, заплачусь за тот ящик, который нафиг мне не нужен. Господи, как вкусно. В общем, в любом случае, нужно быть внимательнее. А насчет взлома канала ты не переживай. Просто самое главное, чтобы была хорошая защита. Это важнее всего. Всего так много, боюсь, не доем ничего. Вообще, хотела изначально сегодня снять итинг. Типа я просто кушаю, ничего не полтаю. Но, блин, такое у меня не получается. Я обязательно что-то должна говорить в процессе. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. С вами была Эки Эмили. Пока.